Дорогие зрители, я вам очень благодарен за ваши комментарии. Я их делю на несколько групп. Но я сейчас говорю о комментариях психически здоровых людей. И комментарии психически больных мы выносим за скобки. И в общем не говорим об этом. И не придаем им значения. А вот о комментариях психически здоровых две группы. Первая группа это эмоциональные. Мне очень приятно знать, что мои видеоролики вам помогают. И они вас мотивируют, они вас окрыляют. Дают вам почувствовать свою значимость, уверенность в себе. Создают хорошее настроение, наполняют вас позитивом. И вы живете легко, красиво, свободно. Второй тип, второй вид комментариев это комментарии такие рациональные. Это спор со мной. Как бы критика. И я за эти комментарии тоже очень благодарен. У меня есть песня «Моя философия». Вот я в этой песне изложил философию стоиков. «Всё, чем обладаю я, это философия. Счастью не помеха знаю, внешние условия». И так далее. И там есть строчка. Там есть строчка такая. «Радуюсь, когда встречаю оппонента». И действительно я радуюсь. И вот кто-то написал насчёт этой идеи самооценки. Процитировал психиатр какого-то, который сказал, что забота о самооценке – это индуцированный бред. Я хочу сказать, что с точки зрения психиатров, вообще всё – это индуцированный бред. Любая психическая, любая психологическая проблема, её можно назвать индуцированным бредом. Ведь наша задача не в том, чтобы дать какой-то ярлык навесить или дать определение тому, с чем мы имеем дело. А наша задача – помочь человеку, помочь ему справиться с психологической проблемой. Вам помочь справиться. И вот этим мы и занимаемся. Вот здесь, в наших видеороликах, на индивидуальных консультациях, на программах психотерапевтических. Поэтому, ну хорошо, пусть это будет индуцированный бред. И, конечно, если бы проблема решалась просто с помощью занятости, ну это было бы очень лёгко. Или, скажем так, определение проблемы, да, называние её. Вот у вас индуцированный бред, ой, у меня бред, всё, я так себя не веду. Или вот индуцированный бред, займитесь делом, человек начинает делом заниматься, живёт здесь и сейчас, и освобождается вот от этих мыслей навязчивых. Ну хорошо, если проблему так можно решить, то ради бога, это очень хорошо. Да, жить здесь и сейчас, быть увлечённым делом своим, и человек не думает о самооценке. Но так происходит далеко не всегда, и очень часто нужна действительно психологическая помощь человеку, психотерапия. Вот и тут уже нужны, нужны, нужна помощь психолога, психотерапевта. Вот, но это хорошо. Теперь насчёт индуцированного бреда. Вот спасибо вам за это, за то, что вы сказали об этом и затронули эту тему. Потому что для меня очень важны причины этого всего, да. Почему развивается в данном случае вот это расстройство? И почему возникает эта проблема? У кого она возникает? И как способствовать профилактике таких расстройств психических? И вот здесь я хочу сказать коротко, коротко хочу сказать о том, что важно делать для того, чтобы индуцированного бреда избежать. Для этого нужно что? У кого он развивается? У кого? У людей с недостаточно развитым интеллектом. Ограниченных, с ограниченными критическими способностями. Итак, ограниченные критические способности. Вот почему. Огромное внимание. Вот как связана система образования, просвещения и психического здоровья. Часто система образования, она, это психическое здоровье как бы портит, да. Негативно влияет на психическое здоровье. Но если мы говорим о, в принципе, о том, как это должно быть, то мы можем сказать, что система образования служит еще и, и главным образом, для того, чтобы люди были психически здоровы. И я сказал, что система образования психотравмирует ребенка. Я сам это наблюдал, будучи в этой системе, находясь в этой системе, и недолго, но, к сожалению, мои новаторские идеи не прижились. Ну, это везде так. Таких людей, как я, мало, но они есть, есть. И, к сожалению, мы такие белые вороны, но против системы все равно надо идти, предлагать что-то, и со временем она будет меняться. То есть, если нас, вот таких людей, вообще не будет, то вообще ничего не поменяется. Вот, а так, есть шанс, что вот один сделал попытку, второй, третий, четвертый, уже меняется. По крайней мере, сейчас мы видим, что образование практически перешло в интернет. Университеты уже открывают свои курсы бесплатно. Учитесь, пожалуйста. Приобретайте знания, образовывайтесь. Многие специалисты вышли в интернет тоже. Я записывал лекции по философии, например. Вы можете посмотреть. Я сейчас еще выложу там последние ролики, которые у меня остались. И вот одного доктора философских наук вы увидите. То есть, образование становится доступным. Для чего оно нужно? Вот сейчас важный момент осознания. Осознание. Для психического здоровья, да. Потому что я всегда говорю, что самое главное это развитие интеллекта. Вот у нас говорят, и критического мышления. Вот у нас почему-то принято рассказывать о жизни богатых, о красивой жизни, да. При этом люди не понимают, те, кто вот эти все, все рассказывают, рассказывают, что у большинства людей это вызывает фрустрацию. Вместо этого, конечно, нужно говорить, нужно показывать людей психически здоровых. Говорить о психическом здоровье. Раз. Ставить в пример психически здоровых людей. Больше времени уделять психологии, психотерапии, рассказам об этом. Прислушиваться к мнению психотерапевтов и психологов. И, наконец, что развивать критическое мышление. Вот я вспоминаю и образование, конечно, развивать интеллект. Для этого что? Формировать. Через формирование философской культуры, психологической культуры. Вот я вспоминаю свои студенческие годы. Вот у нас в студенческой газете, университетской, университетской газете. Помню, вот спор был преподавателя и декана. И там преподаватель, ну, так она высмеивала этого декана, такие критические замечания там делала. Ну, это было очень смешно. Разносило его в пух и прах. Мы читали, ржали. Да, восхищались. Он там отвечал, ну, так, слабенько. Потом я вспоминаю, вот так формировалось наше критическое мышление. Тоже через газеты. Я вспоминаю издание, уже республиканское было. Там шел спор, научный, научный спор в газете. О новом переводе «Колевал». «Колевалы» – это карело-финский эпос. Спорили ученые. И там, конечно, нужен был и объем знаний, и знание лингвистики, и литература ведения, и так далее, и так далее. Но вот все это было, это было так безумно интересно читать. Вот я был студентом, я читал это, это просто захватывало. Захватывало это чтение. И так было смешно, и остроумно, и вот в точку, и такая критика была просто убийственно веселая, убийственно смешная. И ответы на нее тоже это развивало, это развивало, это учило нас, ну те, кто считал, формировало критическое мышление. Вот, философию я там изучал в аспирантуре, допустим. То же самое, как это все интересно было, эти споры. Сейчас у меня вот куча книг на тему философии, я тоже читаю разных авторов, там, норвежских философов, английских, русских и так далее. Вот, французских. Все это безумно интересно, все это формирует, развивает. И это же является чем? Профилактикой психических заболеваний. Вот этого индуцированного бреда. Очень часто психические заболевания с возрастом приходят, когда ослабевают умственные способности у человека. И это беда, просто беда, вот это слабоумие. Вот почему важно всю жизнь учиться. Вот почему важно критически мыслить. Вот в чем опасность этого... А нынешние СМИ, вот там, где я живу сейчас, да, но СМИ там читать нечего. Они просто дебильные. Вот они дебильные СМИ. Эти дебильные СМИ финансируются государством. Что еще хуже? Потому что люди во власти совершенно не понимают свои роли, свои функции. Это никакая не забота об обществе, это никакая не информация. Это не... Это то, что способствует только деградации. Интеллектуальной деградации людей. Место развития. А вместе с этой деградацией приходят и болезни психические. Психологические проблемы. Недооценка идет СМИ. А некоторые СМИ сейчас, они просто, вот есть уже исследования психиатров, они просто вредны для физического здоровья. Не угрожают. Это удар по психическому здоровью. Вот с чем мы имеем дело. Поэтому, когда вы пишете, кто-то пишет тоже справедливо, что вот талантливых людей, умных людей, мало, да, видно, они невидимы, люди невидимки. Так и кажется, что умных людей нет. Заговор посредственности. Вот я убежден, что такой заговор существует. Заговор посредственности. Потому что на фоне умного человека все посредственности сразу будут видны. Они сразу потеряют свой лоск, блеск. Значимость. Люди невольно сопоставят несопоставимые величины. И увидят, как все мелко. Вот. Так что спасибо вам за этот комментарий. И вот я сейчас сказал нечто важное и для меня важное. Так, дальше посмотрим. Оля пишет. Видя ваши ролики, Максим, сразу позитив и хорошее настроение. Песня рождается. Страна дураков, фантомов, лохов. Страна на-на-на-на-на-на дураков. Токсичных оков, страна на-на-на-на-на дураков. Спасибо за ваш труд. Но, Ольга, чувство юмора. Это защитная реакция. Прекрасно. Шутите. Ну вот, я вчера, допустим, да. Позитивные люди у нас в городе, как белая ворона. Никто не радуется. Все куда-то спешат с недовольными, замученно-озлобленными лицами. Мы же выживаем в экономическом гулаге. И если их спросить, то говорят о еще худших временах. Короче, одна чернуха в основном. Как же хочется дожить до позитивных времен. И увидеть счастливых людей. Вера есть. А вот надежда подкачала. Ну, говорите об этом. И делитесь своими эмоциями. Не накапливайте их. Для этого существуют комментарии. Для того, чтобы вы могли выразить себя. Ну, вот я вчера стою в очередь в кассу. Оплатить покупки. У нас звучит предупреждение, что сохраняйте дистанцию 2 метра. Я смотрю, люди не дышат в затылок. Уже как обычно это бывает. Просто прекрасно. Стоят на расстоянии 2 метра. И вот, да, оборачиваюсь. Мужик вот смотрит волком. Просто волком смотрит. Понимаю, у него большие психологические проблемы. Ну, вот, что делать. Я же понимаю, что я ни при чем. Что он так и на жену смотрит. И на детей, и на коллег. И на все на свете. Поэтому ему надо что? Ну, отдохнуть. Заняться психотерапией. Пересмотреть свое мировоззрение. Как-то победить свое негативное мышление. Стать позитивно мыслящим человеком. И все такое. Ну, вот, человек, как правильно пишите, замученно, озлобленный. Вот такое лицо из карельского гранита. Ну, что? Ну, что? Ну, вот, смотрит он так волком. Но он страдает. Это печать страдания на его лице. Он сам себя довел до такого состояния. Вот, если он себе не поможет, ну, что? В конце концов, будут у него проблемы. И еще больше. Дальше посмотрим, что вы пишете. Очень люблю ваш канал. Спасибо. Желаю море подписчиков. Милора. Спасибо, Милора. И, ну, на самом деле, конечно, я тоже благодарен всем, кто комментирует, кто высказывает мнение, кто поддерживает нас морально и материально. Это здорово. Это, вот, ценить человека другого, и вот это признак психического здоровья. Быть благодарным, это признак психического здоровья. Проявлять, отдавать, это признак силы. Да. Это признак уверенности в себе. Да, я могу себе позволить быть спонсором. Поддержать то, что мне нравится. Поощрить человека, да. Да, целый канал, целый видеоканал, целый, там, коллектив авторов. Чем больше у нас будет возможностей, тем больше будет наш коллектив. Потому что я вижу массу талантливых людей, которых я хочу привлечь на канал наш. И сделать очень интересные программы. Очень интересные. Фильмы снимать, клипы снимать. Звезды зажигать. Вот кто-то тут пишет о самоубийстве, что не хочет жить. Ведь, понимаете, как можно отказаться от жизни. Когда, ведь, вот душа болит, да. Но она болит, почему? Потому что она не реализуется. Потому что она не востребована. Потому что вы не прислушиваетесь к своей душе. Вы не даёте ей раскрыться, дышать, процвести, удивить себя и всех. Вот поэтому душа и болит. Потому что вы её зажимаете, заигнорируете. Вот, я работаю с людьми. Имею дело с людьми. Вот, любой творческий проект. Я вижу, насколько люди талантливы. У нас принято там смотреть на Голливуд. Ещё куда-то. Я вас уверяю, вот обычный человек, в нём заложено столько талантов, столько способностей. Просто раскрывай. Вот на месте, ну ладно, короче говоря, вопреки всему, раскрывайте свой безграничный творческий потенциал. Самореализуйтесь. Да, тут надо некая вера в себя, конечно, уверенность в себе. Чтобы вас кто-то поддержал. Вот эта поддерживающая среда. Пробуйте себя во всём. Вы и актёры замечательные, и художники, я уверен. И так далее, и так далее. И вы много чего можете. И когда вы действительно заняты любимым делом, тогда вы не думаете ни о чём. Кроме этого дела. Кроме творчества. А творчество, оно приносит только радость, только счастье. Вот, поэтому я что, к чему я призываю? Заниматься творчеством. И давайте, вот пишите мне, если я могу чем-то помочь вам в этом. Да, пожалуйста, мой канал, предоставляю площадку. Вот, присылайте мне там свои клипы какие-то. Может быть, фильмы. Что-то ещё такое, ну, творческое, да. Вот сейчас мы будем мультики делать. Может быть, люди начнут присоединяться. И вот я стал тут героем мультика. Мульткомиксом такого, да. Вот, каждый может стать героем мульткомикса. Вот. Тоже. Это всё здорово. Для чего? Чтобы выразить себя. Да. Чтобы поучаствовать в этом прекрасном процессе. Творческом. Вот. Пожалуйста. И тогда уже никаких мрачных мыслей не будет. Будет только радость, только счастье. И только положительные эмоции. Так. Дальше. Максим, вы мне повышаете настроение, самооценку. Стараюсь не замечать оценок людей и заниматься собой. Спасибо за ваш труд. Ну, вот это, да, болезненная фиксация на том, что думают другие, индуцированный бред. Всё правильно. Но мы мало определить, да. Надо помочь. Надо помочь. С этим справиться. Вот. Для этого есть психотерапия. И, если что, обращайтесь. Ну, вот вам ролики помогают. То есть, здорово, здорово это. Думать о себе. Управлять своими мыслями, чувствами. Заниматься любимым делом. Поставить цель. Развиваться. Развивать. Раскрывать свой безграничный творческий потенциал. Всё. И поменьше думать о других. Побольше думать о себе. Так, дальше. Потому что, когда вы думаете о других, ну, я говорил об этом, да, вы обкрадываете себя. Вы не думаете о своей душе. А о том, что она требует к себе внимания, конечно. Лучше пойдите вы за студию. Там посидите, порисуйте. Может быть, вы такой шедевр нарисуете. Или песню сочините какую-нибудь, да. Я сейчас слушаю музыку разную. И вот я тоже развиваюсь в этом плане музыкальном. Мне это очень интересно. Вот. Моё музыкальное развитие. Вот. И так далее. Я думаю, что у меня всё получится. Ещё сделать много интересных песен. Слов написать. Может быть, я начну писать. Вот я сейчас на французском написал песенку. Может быть, будет на английском языке. И так далее, и так далее. Мы увидим, посмотрим. Но самое главное. Не останавливайтесь. Развивайтесь всё время, да. Новые знания приобретайте. Вовлекайтесь в деятельность. В творчество. Будьте активными, да. Вот найдите себе любимое занятие, увлечение. И оно вас увлечёт. И вы вот от всего этого, ну, отстранитесь немножко, да. От этого нездоровья психического. Вы оздоровитесь. Творчество, оно оздоравливает. Оно любимое дело, да. И пробуждает в нас лучшие чувства, энергию жизни, позитив, хорошее настроение, да. И так далее. Оно целительно. Вы исцелитесь и совершенно будете по-другому смотреть на мир. Вот изменится ваше восприятие мира, себя и так далее. Так. Всё правильно. Сама оценка не должна зависеть от оценки окружающих. Всё правильно. Это уже... Вот это бред, да. Это бред, да. Если вы зависите от мнения окружающих. Так. Обида нужна, чтобы перестать общаться с токсом. Ну, правильно всё. Ведь, понимаете, в данном... Поскольку я не знаю, с кем я общаюсь, и я для одного подходит, мой совет для другого не подходит. В другой ситуации он не сработает, да. Всё ведь очень индивидуально. Есть, конечно, общие там какие-то правила, но всё индивидуально. Поэтому нужно и обижаться. Ведь что такое обида? Это выражение своего отношения. Да, мне это не нравится. Мне это не нравится. Я так не хочу. Это неправильно, с моей точки зрения. Это не в моих интересах. Да. Я не приемлю таких отношений, допустим. Ну, всё правильно. И нужно обижаться тогда. Вот я имею в виду, что, конечно, не носите в себе это, но делайте выводы, да. Ну, как когда-то Кристи сказала, умный человек не обижается, он делает выводы. Вот в этом смысле надо понимать. Не носите в себе этот негатив, не накапливайте его, да. Ну, вы поняли всё о человеке. Во-первых, он ошибается. Это раз, всегда. Фундаментальная ошибка атрибуции. Запомните. Ну, а во-вторых, ну что, если человек не меняется, ну, выбросьте из головы эти мысли о нём. И этого человека из своей жизни. И всё. И будет счастье. Спасибо вам огромное, что вы есть у нас. Подписывайтесь, комментируйте. Спонсируйте. Будьте активными, счастливыми, жизнерадостными, творческими людьми.